Здравствуйте, меня зовут Алексей Сергеев. Я имею большую честь для себя участвовать в жюри этого конкурса, где очень много талантливых людей, судить очень непросто, выбирать работу очень непросто, но я все же выбрал, и сейчас хочу представить те картины, которые вызвали у меня особый интерес. Сам я художник-сюреалист, занимаюсь живописью, графикой, дизайном, преподаю в Чебоксарской детской академии искусств. И давайте я вам представлю сейчас работы, на которые я обратил внимание. Первая работа это Юлия Плотникова. Здесь изображен какой-то горный такой массив. Видно, что человек имеет очень хорошие навыки живописи, что техника выработана, понимание самого рисунка есть, и замечательная работа, даже каких-то пожеланий особых нету, потому что вышекласс. Следующая работа Янина Воронина. Ну, профессионально, абсолютно профессиональная живопись, видно, изображена какое-то местечко в Скандинавии, передана очень хорошо атмосферная перспектива, уделено большое внимание деталям, понимание вообще пространства, отражений, света. Замечательная работа. Следующая работа очень интересная. Светлана Азизова. Даже не могу понять, в какой технике она выполнена, но работа удивительная, работа атмосферная. Мне очень нравится и хорошо здесь она вписана в интерьер. Замечательная. Следующая. Оля Кушнарук. Что могу сказать? Эта работа, конечно, она выполнена в стиле наивного искусства, но смысловая нагрузка, правила построения композиции замечательные. И мне очень нравится. Далее идем. Ольга Субботина. Ну, про эту работу я могу сказать, что да, к технике, ну, тут комар носа не поточит. Техника исполнения шикарная, построение композиции шикарное. Видно, что человек имеет хорошие академические знания. Очень нравится эта работа. Следующая. Ольга Рукасуева. Ну, что можно сказать? Работа профессиональная. Профессиональное четкое понимание, что такое живопись, как надо делать работы. Есть. Есть и на высшем уровне. Поздравляю. Следующая работа. Очень мне она сразу понравилась. Очень она близка к моему смысловому содержанию. Это Екатерина Долголева. И остальные работы мне ее нравятся. Ну, вот я выделяю именно эту работу. Опять же, построение композиции правильное. Техника выбрана замечательно. Смысл видно, что есть. Смысл зашифрованный. Над ней надо много думать. Ее надо расшифровывать. И надеюсь, в дальнейшем у этой картины будет очень долгая жизнь. И искусствоведы будут в дальнейшем ее расшифровывать. Прям вот душа сразу легла, как увидел ее в первый раз. Далее. Лия Незамеддинова. Ну, вот прям я очень-очень-очень для меня был такой вот душевные терзания, когда я увидел эту картину. Но одна из самых лучших работ. Одна из самых-самых-самых лучших. Такая эквенсистенция. Колористика замечательная. Видно, что рука у художника поставлена, как у хирурга, наверное. Потому что каждые движения точны. Нету каких-то сомнений. Человек в себе уверен, когда делал эту работу. Это был порыв души. Замечательно. Поздравляю Лии Незамеддинова. Далее. Екатерина Кузьмина. Ну, вот я просмотрел ее другие работы. И вот есть связь с другими работами. Но эта работа отличается. Колористика, насыщенность. Эмоциональность этой работы, она вообще просто бесконечна. Просто бесконечна. Я могу на нее смотреть часами, наслаждаясь исполнением, наслаждаясь наполнением этой работы. И мое, можно сказать, первое место. Это Катерина Бейликова. Решительность, смелость этого человека, взявшегося на темном фоне изобразить темную лошадь. Притом с такой, с динамикой, с восхитительной анатомией. Про колористику я вообще молчу. Колористика прекрасная. Это лучшая работа, конкурс. Это мое мнение. Спасибо за внимание.